Несколько месяцев назад, исследуя подножье горы Эльбрус, российские исследователи обнаружили необычную стеллу. На первый взгляд, сооружение было несколько столетий, но кто и для чего установил ее у подножья горы? В поисках ответов на эти вопросы ученые обратились к древним летописям. Сопоставив свою находку с рисунками и описаниями, приведенными в древнем источнике, они пришли к неожиданному выводу. Скорее всего, загадочная находка археологов была священной стеллы, которая по славянской легенде указывала вход в подземный мир. Если мы посмотрим карту при Эльбрусе, то мы обнаружим, во-первых, Урузбиев Аул, который ныне называется Верхний Баксан. Значит, Уруз на тюркских языках это русский, а Бий, Бай, ну понятно, это значит вот князь, если перевести на русский язык. Если подняться по реке, которая впадает в Баксан, значит, в усиление Верхний Баксан, мы подходим к рекам Улу и Гитче-Усинчи. То есть большая и малая реки Усеновых, значит, князь Усинь и, значит, нынешние, значит, ну не нынешние, а там средневековые владельцы этого места, значит, по фамилиям, значит, весьма схожи. Очень трудно предположить, что это случайность. По легенде, таинственный вход в подземное царство находился у подножья Аллатырь-горы, но и сегодня не существует вершины с таким названием. Каково же было удивление ученых, когда в одной из летописей Кавказа они обнаружили запись, согласно которой на месте Эльбруса несколько столетий назад стояла загадочная гора Аллатырь. Но главное потрясение ждало исследователей под конец экспедиции. Если Эльбрус действительно священная языческая гора, то у ее подножья, по легенде, располагались врата в славянский рай, Ирий. И, возможно, именно этот вход обнаружили ученые. Аллатырь-гора Можно называть просто Шамбалой, можно называть Эльбрусом. Как угодно. Место одно. Но оно смещается в пространстве и времени, потому что мир многомерен. Потому что длина ширина и высота это все равно не основное. Еще физическими законами не открыта. Та область иррациональна, в котором закрыты для постороннего взгляда такие места, как русская Шамбала. Аллатырь-гора это и Эльбрус. И, конечно, это может быть и Шамбала вообще. Историки долго спорили о том, где находится Аллатырь. Одни утверждали, что на Алтае, другие уверены, что это древние уральские горы. Но исследователь Алексей Алексеев нашел неоспоримые доказательства того, что Аллатырь-гора, о которой идет речь в мифологии славян, существует до сих пор. И сегодня ее название Эльбрус. Люди, которые жили в природе, которые принимали природу, собственно, считали основным творцом рода. Природа, понятно, что она находится в природе. Ну и такое произведение природы они не могли не воспринимать как нечто священное. Но достаточно просто посмотреть на любой календарь. То есть достаточно много фотографий, рисунков Эльбруса. Понять, что он доминирует над всеми окрестностями. Ну и очень логично предположить, что боги, духи и так далее должны обитать именно там. Согласно славянской мифологии, у подножья Аллатырь-горы лежал Ирий, райский сад, рядом с которым находился священный храм Солнца. Недавно Алексеев расшифровал уникальные записи, из которых стало ясно, что все эти сооружения существовали на самом деле. Более того, наши предки оставили прямой указатель на то, где находится это священное место, которое на протяжении многих веков оставалось скрытым от глаз людей. Во-первых, вот это то, на что мы обратили внимание сразу, когда мы туда попали. Под, недалеко от Тузлука стоял менгир. То есть это примерно 2,5-метровая каменная стела. Причем это было и... Ну, на Кавказе много менгиров. Но, как правило, они довольно грубые. И, как правило, там выцарпано, выбито, какие-то названия. А это было именно скульптура, потому что она рельефная. То есть у нее рельеф не вдавленный, а выпуклый. Ну, такую работу просто так, ни для чего. Только для того, чтобы это был, допустим, километровый столб, что ли, или там пограничный столб, никто делать не будет. Загадочная стела с высеченным на ней лицом была обращена к восторгу. Подобные стелы устанавливались в примечательных местах на перегрестках проходящего мимо Великого Шелкового пути и указывали направление, в котором следовало двигаться. Но это стояло в тупике и смотрело прямо в пропасть. По мнению исследователя, стела тоже указывала путь, но не живым, а мертвым душам, тем, кто уже пересек границу миров. И эти незримые грады или духовные центры переносились с одной точки в другую, а главное условие нахождения которых должно быть труднодоступность, удаленность от центральной деятельности. Однако позже появилась еще одна версия о том, что стела указывает вовсе не путь. Ее лицо обращено точно в сторону горы Тузлук, одна из вершин, которая напоминает форму глубокой чаши. Именно такие сооружения строили в древности на возвышениях, чтобы ориентироваться по Солнцу. Исследователи были поражены, что если именно там находится храм Солнца, стоящий прямо у ворот в другой мир. Есть упоминание этого в древних источниках о том, что на склонах Алатырь горы, то есть на склонах Эльбруса, существовал некогда храм Солнца. Есть его описание, есть даже его размеры. Но это не единственное совпадение, говорящие о том, что легенда правдива. Река Баксан, протекающая у подножия Эльбруса, до 4 века н.э. именовалась рекой Альтут, или Аллатыр, то есть текущей с горы Аллатырь. Получается, что Эльбрус – это действительно священная Аллатырь гора. И у его подножия есть место, где мог бы располагаться мифический Ирий. И Ирий, и Аллатырь гора, и, конечно же, Китежград – это места силы, это духовные, сакральные, тайные места, посещение которых непосвященному человеку исключительно конкретно запрещено. Если вам эти места показались, вы их увидели, ваша судьба изменится к лучшему, и высшие силы, которые хранят и берегут эти особые места, конечно же, будут защищать их от опостороннего. Но если они разрешили вам это увидеть, значит, вы к этому готовы. Вообще, я считаю, что подобные места силы, они всегда находятся рядом с нами. Но они находятся немножко в другой, иррациональной реальности, которая, возможно, не поддается тем физическим законам, в которых мы живем. Неужели райский сад, описанный в мифах древних славян, действительно существовал? Однако, когда исследователи отправились на поиски храма Солнца и место, называемого Славянским Раем, они попали в совершенно другой, прямо противоположный мир. Путь экспедиции лежал мимо скалы Улукай. Но когда группа приблизилась к ней, погода резко испортилась. Собрались черные тучи, начался сильный снегопад. Члены группы уже готовы были повернуть обратно, но буря стихла так же внезапно, как и началась. Тогда стало понятно, что исследователи совсем близки к цели. Ведь, согласно легенде, у храма Солнца была вторая сторона – храм Чернобога. Мрачное место, где прятался темный бог. Внутри этой скалы сидел старик и своими длинными пальцами перебирал кости умерших. Именно этот храм Черного Бога экспедиция и пыталась обойти. Эльбрусский лавовый поток, значит, некогда перегородил эту реку. Вот там есть лавовая пробка, по которой можно перейти через эту реку. Причем лавовый поток расположен буквально над водопадом Султан. И из-за этого, когда идешь по этому мосту, создается впечатление, что ты висишь над какой-то совершенно невероятной бездной. Потому что вся долина Кызылсу, которая уходит от водопада вниз, вот дна ее не видно, и создается впечатление, что где-то там километровый обрыв внизу. Хотя, конечно, это не так. На фоне других скала выделялась мрачными, темно-коричневыми и черными тонами. А издалека напоминала очертания гигантской кошки. Между ее передними лапами узкий проход к глазам пещерам и источник Нарзана. Гора оказалась поразительным образом, похожа на описание арабского историка Аль-Масуди, который в своих трудах описывал храм Чернобога так. Недалеко от храма Солнца, на Черной горе, было построено другое здание. Его окружают чудесные воды, известные своей пользой. В нем они имели большую статую Бога в образе Сатурна. Там вы все время в напряжении, так сказать, вот, хотите вы этого или не хотите, даже вот опытные горные туристы, к которым я себя, в общем-то, отношу, все равно ты там себя чувствуешь, вот, как-то, вот, ну, приходится, чувствуешь, ведешь себя с какой-то определенной осторожностью. Несмотря на опасения, исследователи все же заглянули внутрь пещеры. Там они обнаружили огромный высеченный в скале подиум, на котором вполне могли поместиться до 50 человек. Не было похоже, что этот каменный алтарь создала природа. Скорее всего, он был сделан руками человека и использовался для жертвоприношений. Получалось, что исследователи действительно смогли добраться до Черной горы, а значит, где-то рядом находятся скрытые врата в рай. Существует и должен существовать внутренний запрет, чтобы не перестопать определенную черту, потому что это может быть опасно и для того человека, который это нашел, и для человечества в целом, потому что мы во многом к этому не готовы. Но прежде чем идти на ту сторону, необходимо было исследовать храм Солнца и проверить точность своих предположений. Когда исследователи добрались до горы Тузлук, они внимательно исследовали платформу, образовавшую гигантскую чашу. Их предположения подтвердились. Перед ними действительно находился древний славянский календарь, который, по мнению исследователей, появился на несколько веков раньше календаря Майя. Дважды в год, в день равноденствия и зимнего солнцестояния, солнечный диск как будто поднимался из этой чаши. Что самое интересное, значит, если мы проведем линию через Калинов мост, через город Тузлук и еще там через некоторые объекты, окажется, что все вот это вот лежит на одной прямой, причем с очень большой точностью, и все это совпадает с неким тектоническим разломом. Некоторые ученые предполагают, что эти разломы образовались в результате падения огромных космических тел, которые в процессе смещения земной коры оказались под землей. Поэтому в зонах тектонических разломов ученые отмечают необъяснимое и очень мощное энергетическое излучение. Исследователи уверены, что в этом месте пространство и время искажаются так, что человек может даже попасть в параллельный мир. Материально то, что кто-то лезет в этот мир, кто-то пытается своими физическими законами как-то разрушать то, что сокрыто, тайно, то, что нужно хранить. То есть, наверное, все-таки для таких мест должны быть свои хранители, посвященные хранители, которые бы физически защищали этот параллельный и рациональный мир от нашей реальной повседневности, от нашей физической действительности. И здесь очень опасно, чтобы не разрушить то духовное, то особенное, то сакральное. И вмешиваться не всегда можно, потому что это тоже наказуемо. Более того, камни, образующие чашу, стоят под углом 30 градусов по отношению к восточной вершине Эльбруса с одной стороны и стелью подножья горы с другой. Получалось, что ученые стояли у самых ворот в древний славянский храм Солнца. После того, как люди обнаружили, что с горы Тузлук очень хорошо наблюдать солнце, в летнее солнцестояние, то есть она четко отмечает точку поворота, когда солнце начинает возвращаться, то есть идет в другую сторону. Было бы очень логично использовать эту гору в качестве храма, в качестве наблюдательной точки. И для календаря, и просто для поклонения, потому что это же были солнцепоклонники. На спуске ученых ждала еще одна удивительная находка. У подножья горы они обнаружили необычные камни. Они лежали на линии восток-запад и вполне возможно были алтарями с выдолбленными углублениями для стока жертвенного напитка. Мы нашли два камня, которые мы условно назвали алтарями. Эти камни приспособлены, скажем так, для того, чтобы на них возливали священный напиток, который растекался на четыре стороны. Один из них напоминает череп, а другой напоминает, ну отдаленно, конечно, напоминает лежащую женщину. Члены экспедиции были почти у цели. Ведь от Тузлука до места, где могли располагаться врата в Ирий, осталось всего несколько километров. Однако тут исследователи ждало новое препятствие. Рай, то есть, вот, отделен, значит, от нашего мира рекой Смородиной. Такого названия, конечно, там нету, зато есть река Кызылсу. Каково же было удивление членов экспедиции, когда местные жители объяснили им значение слова Кызылсу? Оказывается, в переводе с тюркских языков оно означает «красная» или «огненная река». А название «Смородина» произошло от слова «смага», что означает «огонь, пламя». По легенде, через реку Смородину есть мост. Стоит только его пересечь, и окажешься в потустороннем мире. Расположен он в том месте, где река прорывает застывший лавовый поток и обрушивается в долину водопадом «Султан». Там, в узком ущелье, есть каменная пробка, в которой можно попасть на другой берег. Калинов мост, он достаточно узкий, хотя, значит, если голова не кружится, по нему идешь, значит, совершенно спокойно. Вот, но он нависает над... То есть он находится близко от водопада «Султан». Водопад 40 метров. Вот, и за счет вот этого водопада, значит, сдается впечатление. То есть мы не видим дна долины. Дальше долина достаточно круто уходит вниз. Вот все вот это падение воспринимается так, как будто это прямо вот под нами. То есть если мы бросим, как говорится, камень с этого моста, то он будет влететь там вниз несколько сот метров. Перейдя мост, исследователи замерли от ужаса. На пути к райскому саду Ирию их ждал настоящий ад. И это уже не храм черного бога, который можно обойти. Это настоящее царство мрака. Все вокруг было черного цвета. Скалы, песок, дорога. Ни единого дерева или птицы. Только гробовая тишина. Исследователи вспоминают, что ноги сами не шли в это место. Так и хотелось его обойти. Но другой дороги в рай не было. Там даже песок черный, то есть вот черная лава, рассыпаясь в песок, вот она дает, естественно, песок черный, а не желтый, как мы к этому привыкли. Ну и кроме того, там стоит множество лавовых останцев, самого причудливого вида, который, конечно, вполне можно интерпретировать как каких-то там заколдованных чудовищ. Сразу за черной и безжизненной поляной открывалась совсем иная картина, сверкающая зеленью и цветами обширное плато. Неужели это и был легендарный рай Ирий, где, согласно легенде, прибывают семь бессмертных святых? И это действительно райское место, потому что перед вами распахивается котловина, изумрудно-зеленая, текут ручьи, течет вот эта вот самая река Смородина, и вы действительно как будто из одного мира переходите в другой мир. Членов экспедиции поразило тот факт, что на каждом из семи холмов рос только один вид цветов. На первом, у самых врат Ирия, синие колокольчики. Чуть выше, у чаши Сури, желтые колокольчики. И на высшей точке плато, у группы жертвенных камней, цвел одинокий огненный цветок, звездацвет или горная астра. И там же ученые нашли вход в древние алландские горные рудники и древние печи. Согласно античным преданиям, именно здесь боги открыли смертным тайну выработки железа из руды. Там, значит, вот в определенные времена, была достаточно высокая культура, причем не только мы. Исследователи не исключают, что это были древние цивилизации, которые превосходили современных людей в силе и познаниях. И, возможно, они оставили нам еще множество подсказок о том, где скрыты древние знания наших предков. Однако исследователи уверены, что горой пользовались не только для духовного восхождения, но и для черной магии. О силе Лысой горы давно слагают легенды. Ведьмы и другая нечисть регулярно собирались на Лысых горах, где устраивали шабаши. Ведь по легенде, ведьмы могли творить свое черное колдовство только в определенных местах. Исследователи объясняют это тем, что на Земле существуют сильные аномальные зоны. И они хранят в себе как добрую, так и злую энергетику. Если на этом месте когда-то происходили массовые жертвоприношения или колдовские обряды, то в пространстве сохранились боль и страдания людей. И очистить такое место практически невозможно. Именно поэтому Лысые горы были излюбленным местом сбора чернокнижников и ведьм. Совсем недавно исследователи заметили странную закономерность. Упоминания о Лысых горах встречаются во многих исторических и литературных источниках. Из чего можно сделать вывод, что существовала целая система таких гор, которая есть и поныне. Существовали такие сакральные, мистерийные точки в традиции и культуре Руси, которые были значимы как духовные или энергетические, как хотите, центры, или экологические, как сказали бы сегодня, принимая в расчет и сознание экологическое, историю, культуру, традиции. Это и Беловодия, это и Алтай, это и Путораны, не знаю, это и Карелия, и крайний север, конечно же. Чем севернее, тем больше этих мест обнаруживается. Это капища и святилища, которые возводили только на таких местах, где стояли или священные дубравы, или танцующие березняки священные, или родники, или красивые, необыкновенные формы, древние замшелые камни. Главное, Лысая гора находится в Киеве. В том, что на Киевской Лысой горе много веков действительно происходили страшные колдовские обряды, никто уже не сомневается. Во время недавней экспедиции киевские археологи нашли на вершине древнюю яму с уцелевшими фрагментами сожженных церковных книг и останки нескольких обезглавленных петушинных скелетов. Когда нечистый человек приходит в такие места, то все его зло, вся его агрессия, все его нечистоты внутренние, духовные его отсутствия, скажем, его духовных помыслов, оно все вылезает наружу. В 30-е годы прошлого века на Лысой горе построили подземный военный завод. А во время немецкой оккупации здесь основали базу танков «Тигр». Исследователи часто сталкивались с рапортами немецких солдат, в которых те описывали свои встречи на горе с загадочными феноменами. На горе постоянно появлялись темные фигуры и слышался шепот, в котором можно было разобрать слова каких-то древних заклятий. Несколько месяцев назад российские археологи начали раскопки в Нижегородской области недалеко от озера Светлояр. На берегу водоема они нашли следы поселений, датируемые примерно 12-15 веками. Когда исследователи сопоставили свои находки с записями, сохранившимися в древних летописях, они поняли, что оказались на пороге нового открытия. Ведь по древним летописям именно на этом месте когда-то стоял Святой Китежград. Получалось, что таинственный город действительно существовал. Так красивая легенда о городе-призраке нашла реальное подтверждение. Осенью было обнаружено, на данном момент, два тоже селища русских, северниковых, тоже 13-14-го периода. Одно невдалеке здесь на Линде, и одно вот на соседней горе. До сих пор Китежград считался фантастическим городом сказкой. В летописях о Святом Граде написано лишь несколько строк. Остальное давно стало красивой легендой. По ней несколько веков назад сама Богородица опустила светлый город под воду во время нашествия хана Батыя. С тех пор жителям Китежграда поклоняются как святым. Десять дней, десять ночей полчища Батыя искали город Китеж и не могли сыскать ослепленные. То есть он, может быть, существует, но в каком-то другом измерении, в параллельном мире. А потом подводный город Китеж, когда хан Батый пошел на Русь, завоевал Русь Суздальскую, пошел на Русь Китежскую. Некоторые исследователи утверждают, что население Китежграда, как и сам город, до сих пор существует. Но только в параллельном мире. Ведь местные жители и тысячи паломников, приходя сюда помолиться, часто слышат колокольный звон, который доносится как будто из глубины озера Светлояр. Уже много лет каждый год в праздник Ивана Купалы на озере происходит удивительное явление. Во время празднования люди опускают горящие венки в воду. И те, вместо того, чтобы остаться у берегов, собираются в центре озера, образуя горящий круг. Некоторые исследователи считают, что таким образом загадочная сила указывает человеку место, где находятся подводные врата в Китюшград. В 70-е годы прошлого века к озеру Светлояр была организована экспедиция. Однако уже на этапе подготовки с группой ученых стали происходить странные события. Многие участники экспедиции позже признались, что в ночь перед походом видели один и тот же сон. Им явился монах в черном одеянии и стал предостерегать от поисков загадочного города. Однако экспедиция все же состоялась, хотя и участникам пришлось преодолеть множество препятствий. Порой складывалось ощущение, что силы природы против ученых. На пути к озеру опытные следопыты неожиданно плутали на одном месте. В всей группе постоянно слышались голоса, словно само это место преграждало ученым путь. Не должны их видеть обычные люди, они не готовы будут к тому, чтобы увидеть свое собственное я, увидеть свое отражение. Это может действительно обычного человека свести с ума. Вы должны понимать, что определенные суицидные моменты могут возникать у неподготовленного человека, определенные психические расстройства могут происходить. Но это не потому, что это место что-то нехорошее несет, а потому, что вы к этому не готовы. Экспедиция 1968 года, в которую входили геологи, гидрологи и аквалангисты, внимательно изучила дно озера, но тщательно. Ничего, что бы напоминало останки древнего города. Спустя год археологи продолжили изучение Светлояра с помощью специального геолокатора. Этот прибор позволял проникать сквозь толстый слой илистых отложений, которым, по мнению ученых, несколько сотен лет. В северной части озера прибор показал странное образование, имеющее овальную форму. Участники экспедиции извлекли оттуда куски дерева, пропитанные неизвестным раствором, и отправили на экспертизу. Ее результаты поразили ученых. Оказалось, что эти фрагменты были обработаны людьми. Так может быть, это были останки древнего города? Таким вот способом и находятся первые, что называется, находки на каждом вновь найденном поселище или поселении, на каждом археологическом памятнике. Соответственно, лопатой, совком, основными инструментами археолога производится вот эта вот раскопка. Методика совершенно такая же, как при раскопках, только площадь значительно меньше, как разведочная, с целью понять, с чем мы имеем дело, мощность культурных наполставаний, их состав и наполнение, в первую очередь наполнение, в котором уже можно делать дальнейшие выводы. Однако, экспертиза не дала однозначных результатов. Более того, ученые не исключают, что загадочная находка гораздо старше. И ей примерно 10 веков. А это значит, что на месте, где сейчас находится озеро Светлояр, когда-то стоял древний град, который мог быть языческим центром до славянских цивилизаций. Озеро возникло в результате того, что город или град Китиш провалился и стал невидимым для татаро-монгольских завоевателей. В Нижегородских лесах недалеко друг от друга расположен целый ряд озер. Но Светлояр всегда считался особенным, даже священным. Его вода, более прозрачная, дольше хранится и исцеляет недуги. Именно поэтому, уверены исследователи, тайное исчезновение Китишграда кроется в самом озере Светлояр. Говорят о том, что вода в реке святая, что она может в течение нескольких лет храниться в сосудах и не портиться. И люди специально ходят туда купаться в этом озере, забирать воду с собой и пьют из этого озера. Да, и вода действительно чистая. Может быть, даже там имеется какое-то серебро, которое позволяет очищать. Но один вопрос уже несколько десятилетий не дает покоя ученым. Как появилось это загадочное озеро? Последние открытия исследователей натолкнули их на невероятную версию. Озеро Светлояр, как и все остальные, образовалось в результате падения огромного метеорита. Мы можем обратиться к морийскому эпосу. И морийцы, они хранят свои мифы на протяжении тысячелетий. У них есть миф о том, что якобы на этой территории, где был город Китиш, когда-то жило племя панов. И это племя панов, оно не поклонялось языческим богам арийским. И языческая богиня девка турка обиделась на это племя и наказала его. Она пустила своего гигантского коня высотой до небес, который скакал по земле, и там, где ударит его копыта, там образовывалось озеро. И этот конь уничтожил племя панов. И это некий мифологический пересказ, в котором я усматриваю именно вот этот метеоритный след. Падая, космическое тело раскололось на несколько частей, так и появились озера. Самое большое из них Светлояр, это кратер. А необычное строение его берегов и большая глубина в 30 метров доказывают эту гипотезу. У Светлояра есть краевой вал, и вот сама форма вала, сама форма чаши является типичной формой для метеоритных кратеров. И в принципе мы легко можем сравнивать озеро Светлояр с лунными кратерами. Был град Китеж, упал метеорит, взорвался где-то рядом с градом Китежем, и его просто раз и сдуло ударное в одну. Его не стало. Более того, если космическая катастрофа действительно была, то обретают смысл древние сказания, описанные в летописях. Даже самая фантастическая легенда о существовании Змея Горыныча уже не кажется такой невероятной. Летописцы описывали огромного огнедышащего монстра. Но что если древние жители видели не чудовище, а горящие осколки метеорита? Русская былина о Змеи Горыныча тоже может иметь отношение связанное с Китежем, потому что небесный зми, то как люди наблюдали космическое тело в момент его удара, он поглотил город, поглотил людей, которые там живут, разрушил, потоптал все. Это мифологический образ, который мог прийти из тех далеких времен. К тому же космическое происхождение озера считают исследователи объясняют чудеса, которые происходят на Светлояре. Озерная вода способна излечивать от болезней. В летописях упоминаются случаи чудесных исцелений, когда окунувшись три раза в Святое озеро, незрячие снова могли видеть. В озеро окунают младенцев, ведь принято считать, что чудесная сила Светлояра защищает от всех болезней. Именно поэтому сюда каждый год стекаются тысячи паломников. Когда приходишь на Светлояр, то всегда чувствуешь себя как-то необычно. То есть как-то совершенно потрясающе. Светлояр поражает своей прозрачной водой, потому что для нашей местности вообще прозрачные воды в озерах это нонсенс, такого не бывает. Когда ты приходишь на Светлояр и заглядываешь в Москву и видишь несколько метров чистой прозрачной воды, то это впечатляет. В 2011 году Ветлушская экспедиция возобновила поиски следовки Тишграда. Исследовав внимательно воды Светлояра и землю вокруг него, они обнаружили странные предметы, явно сделанные руками человека. Оказалось, что это предметы быта и древние украшения. Но удивительно другое. Находки датируются 13-15 веками нашей эры. А значит археологи впервые смогли обнаружить артефакты, которые доказывают существование мифического Тишграда. Самым важным, самым определяющим для Светлояра пока является именно этот памятник археологии, потому что он отличается, во-первых, насыщенностью находок. Он отличается достаточно большой площадью для этих мест. Площадь этого памятника около 5000 квадратных метров. Этот памятник отличается в первую очередь богатством культурных напластований, что тоже для этих мест, для этого времени не очень характерно для русской материальной культуры. Прежде чем начать исследовать тот или иной участок, археологам пришлось внимательно изучить все окрестности. Даже небольшая зацепка в виде трещины в почве или необычного камня может привести к очередному важному открытию. Смотрится подъемный материал просто на тропочке, на кротовинках каких-то, на обнажениях слоя где-то. Находятся вот, собственно, черепки, вот эти вот признаки, артефакты вот этого вот наличия поселения, наличия культурного слоя. Ну и после этого уже делается разведочный шов. Две экспедиции, организованные во времена Советского Союза, не увенчались успехом. Подробные исследования оставили больше вопросов, чем ответов. И только теперь, спустя десятилетия, третья группа ученых смогла найти доказательства существования тут поселений. И теперь открываются все новые подробности жизни древних обитателей этих мест. Неужели Китишград явил миру доказательство своего существования? Этому открытию буквально пару дней отруду. Буквально 3-4 дня назад и 4 дня назад вот оно было обнаружено. До этого науки было неизвестно. Теперь оно стало третьим уже русским средневековым селищем в окрестках Светлояра в окрестностях Владимирского. Это говорит о том, что население в окрестках Светлояра в 14 веке было достаточно плотное. Но одно дело торгово-ремесленное поселение и другое город, о котором говорил летописец. В летописи сказано, что Китиш был большим городом. Археологи же пока находят только селение. Большой Китиш в летописи охране запись, что он размахнулся аж 100 сажень в одну сторону и 100 сажень в другую. Сажень это 2 и почти полметра плюс. Следовательно, весь город это там 250 на 250 метров. Это большой Китиш. Представляете, какой был маленький. И это был значимый град. Возможно, летописец преувеличил размеры родного города, чтобы придать ему значимости. Или же найденные селения не имеют ничего общего с Китишем. И призрачный город все еще скрыт от человека. Промысловые небольшие два поселения занимались рыболовством, охотой, бортничеством, то есть собирали мертв диких пчел. Возможно, у них были огороды, пасли скот. Жили они там около 70-80 лет и в какое-то время произошло то, что почему-то непонятно почему пока еще люди отсюда ушли. В 16-17 веке на это место перешли новые поселенцы, то есть, вероятно, старообрядцы уже приходят, и они видят остатки этих разрушенных поселений. Именно так родилась легенда о граде Китежа, то есть, когда они увидели остатки этих разрушенных поселений. Однако, и эта теория вызывает много вопросов. В легенде говорится о том, что целый град исчез невредимым. Ни одно строение не было повреждено. А тут речь идет об останках покинутых и заброшенных селей. Нужно понимать, что в Средневековье, о котором мы идем речь, городом называлась огороженная территория, Кремлем окремленная бревнами. Эти находки дали ученым повод для новой версии о том, куда мог исчезнуть древний город. Во время экспедиции в нескольких метрах от озера археологи заметили необычной формы холмы. Существует подземный город Китиш. Вот эти холмы с южной и западной стороны окремляющего озера, они якобы накрыли святые храмы китишские. Сейчас каждый холм имеет свое название, по названию храма, якобы скрытый в этом холме. Вот этот Благовещенский следующий холм Успения Богородицы самый высокий на Светлояре. Эти факты дают исследователям повод предполагать, что Священный Град находится под землей, а озеро преграждает путь в него. И совсем недавно нашли косвенные доказательства этой теории. На одном из самых высоких холмов около озера Светлоярк археологи обнаружили крутой подъем. Там корни деревьев высоко поднимаются вверх, словно вычерчивая вертикальную арку. По форме она напоминает проем дверей в древнерусских избах. А местные жители рассказывают, что каждый месяц словно ниоткуда здесь появляются призраки черных монахов. Старцы обходят озеро несколько раз и снова исчезают в том же месте. По преданиям это служители древнего китишского монастыря, которые до сих пор являются хранителями затерянного города. Мы сейчас находимся у креста. Это одно из знаковых мест обхода Светлояра. Здесь раньше стояли божницы, то есть это исторически намоленное место. Молились подземным жителям города Китежа, подводным жителям города Китежа. Таких остановок несколько вокруг Светлояра. Ну и есть такая легенда, что в гору Успения Богородицу есть невидимый вход в подземный город Китеж. Якобы целый обоз хлебом зашел, ворота закрылись и вход исчез. Исследователи считают, что сама Богородица оставила свой след в камне на одном из холмов около Светлояра. Именно поэтому, считают ученые, здесь часто видят святых старцев, которые появляются как будто из озера и уходят туда же. По легенде здесь сама Богородица оставила следочек на этом камне. Камень очень почитаем. Люди подходят сюда, дотрагиваются рукой, какое-то желание, какой-то просьба для себя, для своих близких. Конечно, все это должно быть от чистого сердца, совершенно искренне, с верой. Если в следочке водичка, то верующие люди умываются, бабушки, промывают глаза. На протяжении столетий к холму приходят множество паломников, чтобы помолиться святым подземным жителям. Они проложили тропу, проползая на коленях вокруг озера по святым местам. Они верили, что это поможет очиститься от всех грехов. Это исторически натоптанная тропа. Она огибает холм Успения Богородицы, поднимается туда, на холм. Здесь и земля, выбитая из-под корней, то есть корни на поверхности находятся. Здесь как раз и оползали, и ходили именно по этой тропе. В период с 16-го по 19-й век запрещено было даже селиться вокруг светлояра, чтобы сохранить это место чисто. Например, светлое означало чистый и возвышенный в древнерусском языке. Яр это ярила, бог. Светлояр, да, так называлось одной из центральных капищ языческих, которая стояла там. Сюда можно было приходить только на время, причем непременно пешком. Только тогда страждущие получали исцеление и духовное очищение. Проверить, так ли это на самом деле решил Алексей Киселев лично. Для этого он прошел около 150 километров пешком до озера. Когда ты идешь сотни километров пешком, и идешь неделю, а потом вдруг ты выходишь на берега светлояра, то ощущаешь какое-то невероятное счастье, что ты пришел. Кто же может увидеть этот город? Говорят, что сделать это может только человек чистой душой. Перед ним раступится озеро, станет слышен перезвон колоколов в церквях. Увидит он дома и людей и сможет поговорить с ними. Есть поверье, что на исходе ночи можно увидеть очертания города, колеблющиеся в предрассветной дымке. Исследователи считают, что иногда людям, обладающим телепатическими и экстрасенсорными способностями, удается преодолеть невидимую грань и попасть в град, расположенный как бы в зазеркалье. Вот только вернуться оттуда уже нельзя. В общем-то каждый из нас имеет возможность увидеть Китишград. Как это сделать? Это да, это может быть состояние медитации. Шаманы входят в определенные трансовые состояния, чтобы увидеть иррациональную реальность. То есть реальность на той стороне. Да, я думаю, что если вы готовы к тому, чтобы ваша судьба изменилась, ваша жизнь исправилась, возможно, в тех ошибках, которые вы признали или вы хотите найти свой собственный смысл, свое предназначение, вам действительно стоит посетить Китишград. Так где же все-таки искать священный Китишград? На дне озера? Под землей? В другом измерении? Возможно, город исчез в результате катастрофы? Или до сих пор живет, но скрыт от людских глаз? Кто населял этот сказочный град? Могущественные полубоги, которые до сих пор следят за нами сквозь прозрачные воды Светлояра, время от времени спасает человечество, когда мы оказываемся на грани самоуничтожения? Или это Ивпемь, священный город наших душ, который существует глубоко внутри нас? Особые особые места сакральные места хранят духовные учителя, в которых они сами пребывают. Это мы называем их атлантами. Это древние атланты, полубоги, которые живут и пребывают в этих местах силы. Именно они закрывают от обычного человека понятие вот этой шамбалы. Найти ее может каждый, но сначала его найти нужно внутри себя. Если вы найдете свою шамбалу, вы обязательно сможете увидеть то, что спрятано от вас в этой существующей физической реальности. Совсем недавно исследователи заметили странную закономерность. Если на карте провести линии от Аркаима к Аллатырь-горе, затем к озеру Светлояр, где раньше стоял чудесный Китежград, то получится неровный треугольник, который во многих древних цивилизациях считался символом мудрости и знаний. Быть может именно там стоит искать ответы на многие вопросы, волнующие человечество. Но кто оставил нам эти странные знаки? Может это были легендарные атланты или жители затерянной Шамбалы? Ясно одно. Когда-то землю населяли высокоразвитые существа, возможно полубоги, и они оставили после себя древние знания. Человеку нужно только научиться видеть подсказки, оставленные нам богами. Точно неизвестно, кем и когда был основан Иерусалим. Историки предполагают, что городу не менее 30 веков. Примерно за тысячу лет до Рождества Христова Иерусалим захватил царь Давид и провозгласил его столицей Иудеи. После Давида правил Соломон. А в 586 году до нашей эры город захватил, а позже сжег и стер с лица земли вавилонский правитель Навуходоносор. Еще спустя 70 лет город вновь начал возрождаться, а его храмы восстанавливаться. Свой след здесь оставили египтяне, македонцы, римляне, мусульмане, крестоносцы, турки. На протяжении веков Иерусалим много раз разрушался и строился заново. Те, кто его вновь покорял, почитали святыми одни и те же места, одних и тех же богов. При этом захватчики сносили до основания творения рук предшественников, чтобы на их фундаменте воздвигнуть свои храмы. Что не подвергалось разрушению, так это пещеры, над которыми вырастали новые культовые сооружения. Поэтому тайны древнего Иерусалима хранятся глубоко под землей. Надземный Иерусалим, так скажем, он уже несет в себе такой заряд загадочности, мистики, такой по-хорошему религиозной какой-то истории, полный тайн, что, казалось бы, нет нужды опускаться под землю. Но, тем не менее, если мы это сделаем, то окажемся в еще более интересном мире, о котором многие туристы, которые и просто любопытствующие, которые оказываются в этом уголке мира, просто не догадывались никогда. Достоверно известно, что мать римского императора Константина I, легендарная Елена равноапостольная, она же Елена Святая, приказала поставить три христианские церкви в Иерусалиме как раз над некими искусственно сооруженными пещерами. Стройка развернулась спустя триста с лишним лет после Рождества Христова. Как раз в то время дочь римского императора отправилась в качестве паломника в Святой Город. Некоторые источники утверждают, что прибыв в Иерусалим, она развернула в городе бурную деятельность и даже установила там свое правление. Археологами доказано, что на местах христианских церквей, сооруженных по приказу Елены, прежде располагались римские языческие храмы. Именно над теми загадочными пещерами. Вне всякого сомнения, римляне знали о каких-то сокровенных тайнах подземелья, над которыми возводили свои культовые сооружения. Знала об этих тайнах и святая Елена. Подземелье это прародительница лабиринтов и пирамид. И люди, все абсолютно племена, даже те, которые существуют сейчас на земле, которые существуют в тех местах на земле, где, казалось бы, нет гор, нет пещер, все равно у всех есть предания, легенды о подземельях. Потому что все человечество прошло школу подземелья. Позже исследователи выяснили, Елена равноапостольная распорядилась построить христианские церкви над теми пещерами, которые упоминались в Библии, то есть где родился Иисус, где Он проповедовал и где был погребен после казни. В доисторические времена катакомбы считались самым доступным жильем и вполне сносным убежищем. Когда Мария, мать будущего Иисуса и ее муж Иосиф прибыли в пригород Иерусалима Вифлеем, то единственным местом, где можно было остановиться на ночлег, оказалась пещера, используемая для загона скота. В ней появился на свет Мессия. И над этим местом Елена Святая воздвигла базилику Рождества Христова. Вторая пещера была вырублена в скалах. Именно в ней была предана земле, снятая с креста окровавленная и стерзанная римскими солдатами тела Иисуса. Над этим местом соорудили храм Гроба Господня. Третья пещера, над которой сначала был Римский храм, а потом возведенная Еленой Церковь страданий Господних, находилась рядом с Гефсиманским садом. В этом подземном убежище в ночь перед арестом Иисус молился всю ночь стоя на камне, в то время как апостолы спали. Здесь его поцеловал Иуда Искариот, накануне предав учителя солдатам Понтия Пилата. Эти три библейские пещеры лишь небольшой фрагмент из огромной тайны подземелий Иерусалима. По сути, весь город насквозь пронизан секретными ходами, лабиринтами и гротами. Многие до сих пор настолько окутаны загадками, что вызывают у исследователей неоднозначные суждения об их происхождении и предназначении. Есть предание о том, что до главной, самой глубокой пещеры люди еще не добрались и пока в ближайшие годы не доберутся. С чем это связано? Оказывается, там на какой-то большой глубине находится сакральный лабиринт. Лабиринт времени, где концентрируется и время, и пространство, и энергия. Святые люди еще языческих времен, естественно, там три-пять тысяч лет назад, они знали, как спуститься в эту самую главную подземную пещеру под Иерусалимом. Не тот ли лабиринт в 1867 году отправился искать сэр Чарльз Уоррен, капитан британских инженерных войск. До сих пор его миссия вызывает массу вопросов. Иерусалим, как и вся египетская Палестина, в ту эпоху находилась под юрисдикцией Османской империи. В связи с этим Уоррен был обязан запросить у местных властей разрешение на исследование подземных коммуникаций. Изучив запрос английского подданного, османские власти разрешение на работы выдали, но заранее говорили формат исследования. Проводить раскопки предписывалось только за городской стеной и не ближе, чем в 15 метрах от Храмовой горы. Это вполне устроило Уоррен. Выполняя заявленные в декларации работы, он занялся исследованием системы коммуникаций, которые вели к легендарному источнику воды Гихон. Для этого сэру Чарльзу надо было проникнуть в тоннель, который выводил стоки в Силаамский проб. Но этот путь оказался забит мусором, грязью и обломками камней. Уоррен медленно продвигался вглубь и в какой-то момент увидел, что у подземного коридора есть ответвление, в котором не оказалось потолка. Исследователь попал на дно вертикальной шахты. Несмотря на большую опасность, ему удалось проникнуть в помещение, от которого расходились в стороны еще два подземных коридора. Один оказался завален грунтом, а второй шел наверх с углом подъема почти 45 градусов. Преодолев этот лаз, Уоррен попал в грот с низким потолком. Далее начинался еще один подъем, но выход из него был замурован. Для исследователя это стало неприятным сюрпризом. Он никак не мог понять, кто это мог сделать. И самое главное, зачем. еще в средневековье мы знаем, что Египет был одной из провинций Османской империи. И как раз при султане Сулеймане, знаменитом в середине, в начале 16 века, Сулейман лично проинспектировав Иерусалим, приказал замуровать все известные пещеры. И до 19 века они в таком замурованном виде и находились. Расконсервированы они далеко не все сейчас. Несмотря на препятствия, Орен не остановился. Тщательно изучая пройденный путь, он сделал предположение, что обнаруженная вертикальная шахта была предназначена для забора воды из источника Гихон. Эта вода шла самотеком по подземному каналу. Такая система водоснабжения создавалась для обеспечения жизнеспособности города, например, на время осады. Кроме этого, исследователь разобрался в предназначении того уровня, который он не без труда прошел. Убежище. Под городом находится сеть пещер или катакомб, в которых можно разместить большое количество людей, либо большое количество каких-то запасов еды, провизии или еще чего-то. то есть возможно, что все эти пещеры созданы для того, чтобы укрыться от какой-либо катастрофы либо события. Это было важное открытие. Но самое главное, сэр Чарльз убедился, что древний Иерусалим находился за пределами старого города. То есть он мог спокойно двигаться по подземным лабиринтам к центру нового Иерусалима, не обращая внимания на запреты властей работать только за городскими стенами. Шансы найти ту самую сакральную пещеру и место, где спрятаны сокровища царя Соломона у британского капитана инженерных войск многократно увеличивались. Однако исследователь, проникая все глубже в тоннели подземного города, начал терять ориентацию во времени и пространстве, что в конечном итоге стало сказываться на его физическом и психическом здоровье. Дело в том, что когда мы спускаемся под землю, там по-другому происходит хронологический процесс восприятия реальности. То есть тот, кто остается наружу, думает, что, допустим, прошло там час, а в пещере кажется, что прошло два часа. То есть такое море. Или наоборот. То есть, естественно, в подземных коммуникациях возможно разного рода так сказать искажения пространства временного восприятия. В 1870 году Уоррен внезапно заболел и был вынужден прервать свое изучение подземных лабиринтов Иерусалима. Он покинул Палестину и вернулся в Лондон. Но накануне отъезда сэр Чарльз решил напоследок попробовать пробраться поглубже в один из подземных ходов. Интуиция подсказывала ему этот коридор обязательно должен привести его к той самой заветной пещере. Исследователь прошел достаточно много но вдруг у него закружилась голова. Он вернулся к выходу и неожиданно пламя факела высветило на стене той самой дальней пещере куда ему удалось забраться загадочный рисунок. Там был изображен странное существо полузверь получеловек то ли немного напоминающее пегаса немного кентавра в целом подходящее ни под одно из определений древнегреческих мифических существ легендарных тем не менее это был какой-то какой-то зверь как выяснилось потом зверь талисман зверь охранник тех людей которые там жили но когда жили до сих пор не представляется возможным вывезти то есть это было где-то первое второе может быть даже тысячелетие до нашей эры Уоррен умудрился вырезать этот рисунок прямо из стены затем тайно вывез его из страны загадочный артефакт долго находился в палестинском фонде после чего ценнейший экспонат был отправлен в британский музей в палестину сэр чарльз Уоррен больше не вернулся началась англо-бурская война в южной африке и капитаны инженерных войск отправили к театру боевых действий в это время а точнее в 1880 году несколько иерусалимских детей случайно забрались в один из старых тоннелей в центре города вход в него оказался незамуровым и поэтому подростки беспрепятственно проникли в подземелье оказавшись в каменном лабиринте они увидели недалеко от входа на стене табличку с выбитой на еврите надписью надпись гласила что две группы каменотесов с перечислением имен каждого из рабочих пробивали данный тоннель датирована табличка была седьмым столетием до Рождества Христова то есть строительство подземных коммуникаций велось в ожидании захвата города ассирийскими войсками в 722 году до нашей эры дети обнаружившие эту табличку в тоннеле попытались ее отодрать от стены но бесценный артефакт разбился на несколько частей к счастью осколки удалось собрать сделать слепок и прочитать эту историческую наоборот этот инцидент послужил основанием для возобновления исследований пещер Иерусалима В самом начале 20 века финский историк Уильям Ювелюс высказал предположение что Чарльз Уоррен совсем немного не дошел до заветной цели то есть до бесценного клада Соломона сами же богатства третьего иудейского царя спрятаны в пещере под храмовой горой обнаружены Уорреном вертикальные шахты это и есть тайный ход в сокровищницу но вряд ли туда будет возможно пробраться простому смертному во первых место это находится на очень большой глубине а во вторых обладает некой таинственной силой препятствующей проникновению вовнутрь это место где концентрируется разного рода электромагнитные потоки земли всей земли то есть входящие в единую сетку такими местами это пирамида в Гизе это у нас Бермудский треугольник ну и много других мест в принципе все о них знают Терресалим попадает в одно из таких мест силы в 1908 году уже другой британский офицер по имени Монтегью Паркер собрал 20 тысяч фунтов стерлингов и снарядил в Палестину свою собственную экспедицию по поиску сакрального подземного центра и сокровищ Соломона Паркер начал обследовать шахты идя по следу еще одного охотника за тайными подземелья Иерусалима американского археолога Джеймса Барклая В 1854 году Барклай прибыл в Иерусалим как христианский миссионер и однажды прогуливаясь за стенами старого города неожиданно потерял из вида свою собаку Пес шел рядом и вдруг исчез Тут Барклай услышал лай Он раздавался из-под земли Миссионер бросился спасать собаку и наткнулся на вход в некую пещеру Самое удивительное что никто даже не догадывался о ее существовании Американец был обескуражен своим открытием Он решил в этот день не предпринимать никаких шагов а на следующий день взяв своих двух взрослых сыновей переодел их и сам переоделся в арабскую одежду отправился исследовать эту пещеру Каково же было его изумление когда он обнаружил сначала один зал потом другой потом какие-то анфилады какие-то непонятные повороты Исторических сведений о пещере очень мало но зато она окутана множеством легенд Одна из них связана с последним царем Иудеи Сидеки В июле 586 года до нашей эры Навуха-де-Носар захватил Иерусалим Чтобы спастись от беспощадной расправы Вавилонского царя Сидеки со своими сыновьями спустился по тайному ходу в эту пещеру и попытался по подземным лабиринтам бежать в Иерихон Однако воины Навуха-де-Носара последовали за беглецами и схватили их Царя пленили а его сыновей убили При этом возникает весьма существенный вопрос От Иерусалима до Иерихона по прямой почти 25 километров Неужели иудеи смогли прорыть под землей такой длинный тоннель? Специалисты в сфере горнопроходческих технологий заявляют что в ту эпоху подобное предприятие было невозможно Тем не менее различные древние источники в том числе священное писание утверждают что подземелья Иерусалима были связаны тайными ходами и с более далекими от города местами Даже была такая версия что подземелья Иерусалима они связаны проходами подземными с горой с подземельями Кармель хотя в общем это вызывает недоумение потому что от Иерусалима до горы Кармель примерно 115-120 километров все равно наиболее упоминаемые в Библии вот эти подземелья это как раз горы Кармель Однако вернемся к Монтегью Паркеру и его изучению той самой пещеры открыты еще в середине 19 века американским миссионером Барклаем Почему именно это подземелье заинтересовало британца Можно предположить что Паркер знал что-то гораздо большее чем его предшествование Но что? Кроме легенд об этом подземелье никаких других источников информации у него не было Почти 4 года неутомимый британец пробирался все глубже под город пытаясь разобраться в хитросплетениях лабиринта Но в один момент произошла какая-то нештатная ситуация Неожиданная экспедиция Паркера побросала в подземелье все свое снаряжение и немедленно покинула Иерусалим и Палестину Что стало причиной такого неожиданного завершения раскопок непонятно Может быть Паркеру удалось что-то такое обнаружить Но это что-то сильно напугало его Или предупредило о неминуемой гибели в случае дальнейших попыток разгадать тайну пещеры на которую наткнулась экспедиция Это место где возможно хранятся величайшие сокровища израильского иудейского государства которые до сих пор считаются легендарными и которые не могут найти ценности которые римляне награбили в своей провинции иудеи как раз во времена когда был казнен Иисус на рубеже тысячелетий нашего и до нашего времени и что эти же ценности как известно исчезли и до сих пор не найдены Обнаруженную Барклаем пещеру позже нарекли пещерой Сидеки но у нее как оказалось есть еще одно название каменоломне царя Соломона и действительно в канонической еврейской библии именуемой книгой царей есть упоминание о том что именно из этой пещеры во время царствования Соломона добывался строительный материал для постройки первого храма в Иерусалиме названного позже именем самого царя над возведением святыни трудились 70 тысяч носильщиков и 80 тысяч камнетесов есть предположение что именно в этом храме был поставлен на хранение легендарный ковчег завета но потом этот ковчег исчез вполне возможно что священную и таинственную реликвию перепрятали как раз в эти самые каменоломни то есть в пещеру Седекия правда одна из легенд гласит что ковчег был украден принцем Менеликом внебрачным сыном Соломона и царицы Савской и вывезен из Иерусалима но куда то есть по одной версии известно что якобы хранится то ли на горе небо в Иордании то ли в Аксуме в Эфиопии но до сих пор ни там ни там следов не было найдено здесь его еще как следует не искали более полутора веков неутомимые исследователи и охотники за библейскими тайнами и сокровищами иудейских царей пытаются проникнуть в подземелье Иерусалима однако катакомбы священного города не спешат раскрывать свои секреты но археологи и историки не собираются сдаваться раскопки продолжаются и вполне возможно что в самое ближайшее время мы станем свидетелями поистине сенсационных открытий которые заставят нас пересмотреть всю историю человеческого мытия и неудей мы Продолжение следует... Продолжение следует...